Всем привет, дорогие друзья! Начинается матч турнира IH IH турнира Я не знаю, как эту аббревиатуру назвать, ее в простонародье зовут IH, наверное, так будет проще всего Прецизионный турнир НГХЛ на котором приняли участие различные команды, сейчас стадия четверть финалов И встречаются такие бойцы как Redundead и резервная команда Windspirit Nordic Vikings С вами Александр на микрофоне Давно я не работал на матчах поэтому немножечко скажем так не очень уверенно веду репортаж Ну да ладно, все придется со временем Потому что долгий перерыв Сами понимаете, тут наброс Турнир предсезонный IH у нас потихонечку начинает плавно подходить к своему завершению Сейчас стадии это последние матчи четверть финала Панда тем временем открывает счет и Redundead ведут 1-0 Последние матчи черты финалов здесь встречаются данные две команды Давайте коротко о составах Сейчас в атаке хоккеиста Redundead Волк Дальний бросок мимо Итак Кюникс на воротах В поле Волк Панда И призванный на помощь Кредо Так сложилась ситуация у игроков В какой тот момент И каким-то чудом просто не забивает сейчас игрок Redundead Ну вот Такая сложилась ситуация что ряд игроков не смогли Redundead явиться на решающие матчи плей-офф Им пришло и организаторы им разрешили Организаторы Волк разрешили Ну и в общем-то капитанов остальных команд разрешили заявить им еще одного игрока чтобы они могли провести встречу вчетвером Вот Этим игроком стал Кредо который вылетел с Northern Lynx на стадии четвертьфинала Он вылетел на стадии четвертьфинала от Оскаров со счетом 1-5 1-12 Быстренько про Nordic Vikings Джефф Глаз на воротах Власов Азипо и Серж играют в поле Запасных нет ни у той ни у другой команды Очередный момент здесь у Redundead и Волк забивает шайбу можно сказать беспрепятственно Что еще по поводу четвертофинальных матчей У Актрис снялись турниры поэтому Ice Creamers получили две победы технических и попали в полуфинал Как я уже говорил Northern Lynx проиграли Оскаром 1-5 1-12 и Оскары вышли в полуфинал Сейчас мы с вами наблюдаем встречу Nordic Vikings Redundead где уже счет 2-0 в первом матче в пользу Redundead и самый интересный финал был между фан-клубом IC ох какой классный бросок волка прям попал так попал классный был напряженный финал между фан-клубом Ice Creamers Candy Cane и бывшими чемпионами IPHL Devils в напряженной борьбе в трех встречах вырвали победу игроков какая тут шайба залетела от Сержа неплохо неплохо Серж тут напрессинговал счет уже 1-3 уже не так все плохо для Nordic Vikings так вот там первую встречу выиграли хоккеисты Devils 6-4 если мне память не изменяет но потом произошел коренной перелом во втором матче когда игроки Devils начали вести себя прежде всего в общении друг с другом не очень правильно было сказано много скринча и команда провалила последние матчи хотя в принципе даже во второй и в третьей игре они в общем-то могли спокойно зацепиться за овертайм за победу в общем возможности были потому что в принципе даже первую игру они вытащили довольно таки уверенно после того как начали играть слаженно но регулярные ошибки и провалы способствовали тому что команда вылетела из турнира и для них это особый стимул был переформатировать команду ох какой тут классный пас от панды на волка и счет 4-1 вот и в Devils уже сейчас на последний момент были последние изменения трансферные и Буре и в док покинули команду в общем-то два человека которые обладают хорошим скиллом хорошими навыками но вот как раз они поздорили в этом четвертьфинале так что казалось бы данный турнир спокойный такой миролюбивый такой тихий-тихий но на фоне проходящих матчей все-таки некоторые изменения присутствуют вот может быть оно и к лучшему потому что все-таки какая-никакая игровая практика здесь есть и пусть организация хромает на две ноги ох и игра Джеффа на воротах хромает тоже только на одну клюшку пожалуй и счет 1-5 пользуется Дан Дед но вот все-таки видите какие-то события происходят и в общем попутно это посмотреть организация на самом деле турнир был создан арком на самом раннем этапе он продолжил создать это мероприятие формат турнира не мог поделиться едва ли до последнего дня постоянно были какие-то мысли да и состав участников тоже был не очень язен в конце концов решили сойтись на групповом этапе плюс ох тут какой момент и мажет и сойтись на каком-то компромисе в виде чемпионата и последующий плей-офф чемпионат в один круг ох какой выход и штанга типичный пандизм это был в исполнении Марка в общем-то ничего не меняется хотя пожалуй панда решил вспомнить свои годы на заре так сказать своей карьеры когда он в командах НГХЛ частенько проворачивал подобные моменты долго не могла поделиться команды с форматом организаторы в конце концов арк покинул бросил пост организатора и в общем-то все сводилось на плечи волка да и на мои частично плечи тоже но так как мы такие товарищи с турниром конечно у нас не очень получилось ну на самом деле турнир был достаточно неожиданным в этом плане в плане организации времени так что ну так вот получилось как получилось я думаю что ничего страшного нет главное что у команды есть какая-нибудь практика ну конечно понятное дело что подобная организация немножко теморализует конечно к топовым играм чемпионатов там и ПХЛ подобного быть не должно тут спора нет надеюсь что выход новой версии который уже анонсирован 0.63 насколько я помню с физикой клюшки ох какой-то барсок волка там микс микс физики из 0.55 и 0.61 идет и интересно будет посмотреть на то как это будет выглядеть ну плюс еще ряд фич и честно я особо не вникал на это в эти подробности происходящее на льду можно описать одним словом не интересно потому что нордик фигнесс не могут побороть волка с пандой кредо кредо только отдал две голливые вот особо не забивал но сейчас у него есть момент кредо штанга и вынос в общем не ведет сегодня Ильсафу по этой части сегодня волк больше мастер у него с выходами один на один пожалуй все таки получше чем у остальных обстоят дела волк будет набрасывать неплохо и Джефф просто чудом вынес шайбу хотя изначально он мне кажется все таки ошибся при выборе позиции за воротами игроки нордик викингс дальний заброс на Серга очень интересно что Серг играет сегодня в атаке неожиданно Серг перешел после турнира IPHL в стан структуры Винспирит и вот на этом турнире он играет за Кэнди Кейн до этого он долгое время был ассистентом долгое время был ассистентом в ВАГ я не знаю что случилось в ВАГ но в последнее время команда ну все видимо склоняется к тому что будет расформировано я не знаю если конечно Делик не возьмется за ее реставрацию потому что ох многие игроки уже как-то не играют отошли от дел ну вот и какой-то нет четкой организации такой желания тоже какого-то нет у ребят долго очень долго здесь ласов возился и его легко обошли с воротами панда панда выход 1 на 1 шайба серж попытка броска заблокирована волком волк отобрал шайбу 10 секунд до конца второго периода счет 6-1 в пользу Red Undead если все будет складываться таким же образом и без эксцессов то собственно думаю что Red Undead имеет все шансы на то чтобы выйти в полуфинал с двух матчей ну будем надеяться что игроки игроки Nordic Weekend все-таки покажут себя и свой характер и смогут побороться за выход в полуфинал почему бы и нет а пока же атаку начинают игроки Red Undead какой тут удачный выход зипа на кредо снова не может попасть толком по шайбе сейчас попадает но бросает мимо снова кредо наброс высоковато для волка хотя в принципе хоккеисты последнее время научились такие вот вылавливать но это было тяжеловато вокс разворот убьет получше чем кредо попадает он створ но здесь фаталь на месте и тут небольшой провал власов может бросать бросает низом какой рикошет и мимо сержа пролегает пролетает шайба тем временем джеффа начинает лагать и как назло он с шайбой но будет он выбрасывать выброс никуда никому все столпились в одной куче и волк выбирает шайбу волк волк начинает атаку волк набрасывает бросок не получился у давида панда там задом борется за шайбу зипа неплохой пас и он прошел но власов видимо не ожидал что все таки проскочит мимо волка шайба и не смог он ее овладеть волк какой-то пас в никуда пас на власова власов напашет передачи на пятачок и зацепился за нее зипа с разворота не смог бросить зипа борется он с заворотами сейчас ох какой здесь навес и как здесь не навес прошу прощения прострел и как тонко сыграл кюникс подставил клюшку и начал контратаку своей команды волк штанга штанга бросок с разворотами здесь серж многолетний многоопытный человек хотел он легко накрутить волка не получился волк отличная передача на панду панда бросок низом но штанга снова штанга панда и штанга они сегодня неразлучимы и не смог забить панда свой второй гол но сегодня зато он по ассистам эксперт очередной провал в обороне у норик викинс волк выходит и хорошо играет джефф и какой бросок мимо это был снова кредо насколько я увидел да это был снова кредо да кюникс на панду здесь снова защита проваливается кредом остроумного через борт и перекладина сколько моментов у игроков ретан дед их не перечесть просто так сейчас здесь выбирается ласов но к сожалению для него он не смог пробраться сквозь волка и кредо но серж сегодня неплохо кстати прессингует впереди вот он уже который раз тут заставляет бояться соперников но сейчас стоит бояться провала который наблюдается в обороне здесь власов тонко играет ох тут серж смог понять это не очень удобная передача но волк корпусом доработал наброс от волка чуть в клюшку не попал панде волк и могло быть очень опасно панда как здесь классно играет зипа прервал передачу в воздухе и сейчас он же предается прорваться здесь заблокировано и власов начнет атаку своей команды минуты до конца встречи 1-6 3-й период пока без шайб но моментов был конечно туча игроков red undead снова бросок здесь джев глаз на месте джев глаз отбил шайбу и кредо сейчас отдаст передачу на панду панда может отдать в касание напрашивается передача долго немножко мне кажется но здесь волк уже занял правильную позицию волк на пятачок нет полубросок у него получился мне кажется зря и панда сейчас снова будет лицом своим воротам начинать атаку своей команды панда оставляет на кредо забьет ли кредо сегодня или нет у него осталось совсем немного времени дальний бросок и кредо забивает гол с центра поля низом точно в нижний угол повелся голкипер на действие волка который конечно же мешал джев глазу отбить эту шайбу вот но это не отменяет того что шайба в общем-то низом закатилась в нижний угол ворот 1.7 прямо как Португалия Россия в 2004 или как Бразилия Германия в 2012 заканчивается первый матч Red Undead ведут в серии со счетом 1-0 будем ждать второй игры